Депутаты Гомельского областного совета сегодня разледили пытания социальной обороны и саденничания занятости насильництва. При этом у поля зроку оказались разные категории насильництва, которые имеют потребление для помощи, от беспрацованных до инвалидов. Об чем конкретно ишла размова, ведая Алексей Интероу. У мыток принятия оперативных решений по обеспечению занятости насильництва на Гомельске проводится что-то дневный мониторинг. Его вынеки свечать. Ситуация мает становчую динамику. За два прошлых годы колькость беспрацованных знизилась больше на полову при начасовом повеличении колькости пропонуемых вакансий. Вся рота области Беларуси на Гомельске не узровень беспрацовья один из самых низких. Иншая справа, что частка людей уже устрачивала на вот те минимальные працованные навыки, якие неколе имела. Некоторые специальности стали неактуальными. У сувеси, с чем продолжаются первые навыкчане, такой макчимостью крестаются кля 6% беспрацовных. У некого есть проблемы со здоровьем, якие не дозволяются працовать по пропонуемых профессиях. Особливо актуально это для инвалидов. Почас работы сессии агучуется основная причина такой ситуации – низкий профессийный узровень и низко квалификованные пропонуемые работы. А прочатого частка керуньков предприемства, по кольу вогули, не вели мимкнется працовладковать эту категорию. Не каждый готов делать поправку на состояние здоровья. Потому что здесь сейчас в республике вырабатывается комплекс мер по стимулированию нанимателей к трудоустройству инвалидов. Ну и сейчас поставлена задача дойти до каждого инвалида и с учетом его профессиональных навыков состояния здоровья рассмотреть вариант трудоустройства при, конечно, желании самого человека. От пытаний у працеволоскования до социальной обороны. Тут так само целый комплекс пропонуемых для обмеркования пытаний от медицинской реабилитации до розового населенства до створения безбарьерного сяродия. У гэтом на керунку робится шмат, але и проблемы застаются. Перш за все, гэта тычется – установки у жилых домах подъемных платформов. Иснуюча законодавства, отповедных финансований не предугледжуя новых под доходов под рабою системы оказания послух так званым проблемным категориям, хворым на виш и туберкулез, людям без пыльного места жихарства, одиноким состарелым, у рамках державного социального заказа, да помогу им при бюджетной финансовой потребции могут оказывать громадская организация, у якости прикладу ветеранская организация. Только у гэтом годзе на финансоване проводимых ими мероприемцу продовлежено каля 280 тысяч рублёв. В предварительном этапе проводится огромный мониторинг. И район каждый, каждый исполком знает, какая более такая проблема существует в районе. И решают эту проблему совместно органы власти. Значит, они подают заявку, конкурсную заявку, и тогда общественные объединения на конкурсной основе принимают участие. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель».